Салют, камрады! С вами Мастер М и настоящая Дианка с Неха на камере. И мы в Гоа! И в этом видео мы будем обсуждать тему, которая каждому человеку на этой планете просто максимально необходима, особенно к лету. Как же заполучить эти 6 кубиков? Как похудеть? Я никогда специально не худел, камрады, особенно в какой-то даче, но сейчас есть подъем на Килиманджаро. Но вспоминая прошлое восхождение, то в Гималая год назад, где мы там все чуть не офигели, было очень тяжело и жутко, я сейчас прям замотивирован по полной. Поэтому есть четкие рекомендации, как отточить свой меч мотивации, как начать тренироваться и как заручиться правильным подходом к еде, к употреблению пищи. Итак, смотрим в это видео. Почему? Потому что я не просто сгоняю вес, а у меня есть особая фишечка, которую я использую в процессе. Будем смотреть весь день от начала и до конца, и вы поймете все, от чего я отказался. Вы знаете мою тему. Не важно, что ты делаешь, важно, что ты не делаешь. И что я добавил в свою ежедневную рутину. Общий принцип похудения нам всем известен. Потреблять калорий меньше, чем ты тратишь в течение дня. Меньше жрать и больше прыгать, падла, как говаривал наш сержант в армейке. Значит, самый логичный вывод добавить физической активности тренировку. И нам в этом помогут вот эти вот кирпичи и вот это вот ржавое железо. И важнейший момент. Внести в это все форму какого-то либо обязательства, обещания. Поэтому мы создаем челлендж 6-pack. Сегодня ноги. Уходим. Адепты, стремящиеся к похудению, челлендж стартанул 3 дня назад. И уже какие-то результаты я увидел. За эти 3 дня одутловатость ушла, живота, вот это выпячивание ушло. Появилась микро прорисовочка. Ну, главное, появилась куча энергии. Мощной энергии, которую хочется опять же инвестировать в продолжение этого челленджа. И первое, что хочет начать делать человек, который решил резко похудеть, это качать пресс. Он думает, что если он будет качать пресс, то он у него появится. Это заблуждение, ребят. Анатомически и генетически так же. У мужчин в основном жир расположен в нижней части живота, ну и на боках. Вот с этими пацанами я и хочу бороться. И точечно вот это выжечь там упражнениями на пресс нельзя. Ты можешь это сделать только в комплексе. Добавив тренировку и убрав лишние калории. То есть ограничив себя в еде. Причем время выгодно меньше жрать, чем больше тренироваться. Потому что нам кажется, да, вот мы делали бёрби, мы устали, мы запыхались, мы потратили много калорий. Да нифига. 10 бёрби это 20 калорий. Зато одна толстая жирная бука, вот маме уже с утра сготовила жирнятинки. Вот эта штучка может потянуть на 200 калорий, одна мелкая. А мы закидаем это с чаем, так между делом там с маслицем, с сахарком. Дуем, это вообще ничего не значит. Прикиньте, сколько надо сделать бёрби, чтобы сжечь эту маленькую шанюшку. Сегодня день утреннего воркаута ног, а после я вам расскажу про 5 вещей, которые я убрал из своей жизни. Ну что-то соседи, зову сейчас сходим, посмотрим, что там. Ну ещё так получилось, друзья, что ещё же здесь хэппи эстер. Эстер это католическая. И соседи там, знаете, пацан, он у нас, блин, гений рукоделий. Он сделал небольшой сейчас, ну в общем сюрприз, короче, увидите сейчас всё сами. Позвал нас, говорит, зайдите, приколитесь. Находилось нарядно всё-таки. И мы идём. Это там, где мы берём вот воду из колодца. Ready? Мы не одни будем, сейчас будет мощнейший перфоманс. Эстер. Привет, горо. А ты эстер? А ты эстер. Найс валит. Гор? Так, всё, мы готовимся. Мы готовимся. Come, come, come inside. Take a seat here. Сейчас это утро у нас начинается, всё уже в тумане. Началось, короче. Ага, мощно. Селин, слепый. It's exactly about Jesus' come back. Иисус же возвращается. Подкинь-ка. Вот так. Опа, всё. Он счастливый, да, Витя. Аллилуйя. That is our genius. Да, я воодушевлю. Такое утро они сделали, весело. Пацанчик, 14 лет. Я вспоминаю свои 14 лет. Думаю, блин, о чём ты думал? Я в 14 уже курить бросил. Бросил. Я уже в подвале жил с соседнего дома, когда с дома сбегал. У меня уже подружка была. И мы уже ошемляли на районе всяких там на часы, гопсов. А он вот такие вещички делает. Потому что другое состояние, другое мировоззрение, другое место, другая доброта. Не надо выживать, а надо жить. Ноги. Треним ноги. И тут, ребята, не важно большие веса, потому что главное правильно тащить. В самые нижние точки ты подключаешь ягодицы. Жопа должна быть, как у гориллы. Я готовлюсь к восхождению. Там нужны ноги. Все. Икры, квадры, ягодичные. Опа. Ребята, первое. От чего я отказался? Камон, а ну шоу. Это кофе. Смешно, что в прошлом видео я рассказывал как раз про то, как делать правильный кофе. Мы общались с Джоном. Но кофе это именно то, что убирает заодно сахар. У нас и так не было сахара. Но у нас есть джаггери. Это знаете, такой сахарный тростник. Он вроде прикольнее, он вроде полезней. Но все же, убрав кофе, возникает мотивация. Я очень боялся убрать кофе. Я опасался, знаете, как курить бросить. Я на нем очень плотно сидел. Это мне помогало идти быстро в туалет. Но там, в Грузии, этот содовый напиток, бам. Я беру челлендж и победа. Кофе больше нет. Это первое, от чего я ухожу. Вот я пока шел, я сказал, ребята, что я бросил курить. Я тут бросаю кофе. Я бросаю то, пятое, десятое. Вопрос, это же тяжело. Как взять эту самодисциплину, силу воли и все остальное? Я не знаю, где это все берется. Но я знаю, что для меня мощнейший мотиватор, для меня, это именно страх. Самый максимальный страх у нас в жизни, страх смерти. Вот я начал курить в 11 лет. Да, тогда вот этот старший брат научил. Мы что-то райончики ходили, бычки собирали. Но бросил я уже в 14. Потому что я занимался спортом. В то время все начали шапить и курить, и курить дур. Казахстан, в 80-е годы, на районе. Это такой, знаете, стиль жизни малолеток. Нужно. И вот на одной руке было районовские движения, авторитет на районе. Там курить с пацанами, по вечерам доставать лохов. И на другой руке был спорт. И все, что со спортом связано, мне очень нравилось. Потому что мне нравилось побеждать, мне нравилось как-то. Я был очень гибкий, я был приспособлен для этого. Нормально, талантливый как бы баклонер. И вот этот беспощадный подвальный кикбоксинг, который мы занимались. Там у китайского тренера. Постоянно происходили какие-то бои, столкновения, стычки, спарринги. Все время тренировки по 5 часов в день. И на одном из таких боев, ну, парень, который постарше меня, из старшей группы, уже опытный, такой прокачанный боец. Ну, он просто уматывал меня. Он в лохмоте меня разносил. Было страшно, больно, стрёмно. Вроде силы есть. Отдыхалки нет. Это я стоял. Я руки даже поднять не могу. Он фигачит. И командир. Я вышел. Я понял, что этот страх, этот ужас, который я там испытал. Я такой, все, я больше не курю. Я в голове нашел такой рычажок. Я его включаю и выключаю. Ну, как это произошло? Я больше не курю всю неделю. А пятница, суббота я могу. В пятницу, субботу я включаю рычажок. Мы там пьем пиво, шабим. И как бы тусим. А потом, ты опять спортсмен, ты спортик, ты тренируешься, ты на режиме. В тот момент он мне помог всю мою жизнь организовать в соответствии с этими рычажками. Я выделяю себе время. Все. Отключилось кофе, отключилось. Челлендж. Назад, дороги нет. Второе, друзья, что я полностью исключил. Это один прием пищи в течение дня. Как было до этого? Был завтрак, обед, где-то в районе 5-6-го был типа полдник, ну, закидывалось что-то. И в конце мощнейший плотнючий ужин, который вот так меня делал. Теперь идея другая. Есть вот такой легкий breakfast, завтрак, каша, бананы. Здесь есть виноград и вот с орехами пенат жареный. Третье, что я убрал, номер 3. Это ограничил порции. Вот это не вся порция, конечно, которую я залупашу. Это нам на двоих. Но теперь у меня нет такой идеи, что я вечно голодный. Что мне надо массы набирать, мне надо жрать, жрать, в топку закидывать. Нет, сейчас у меня такое. Закинулся, слушаешь, так, вроде не перебрал, хорошо. Если дыхание легкое, отлично, ты молодец. Если ты не можешь как бы вдохнуть, продохнуть, ты пережрал однозначно. Четвертое, ребят, это самое наиважнейшее. Убрал все мучное, все сладкое, все жареное. Вот маме, кстати, сготовила она вот эту штуку, да, жареную. Она так и лежит. Я ее сегодня есть не буду. Снехи запрещено, жареное готовить абсолютно. Раз кофе улетела, я в течение дня пью либо компот, либо воду, значит, сахар тоже улетел. Сахара вообще в доме нет. Лучше не покупать его, чем потом мимо холодильника ходишь и думаешь, так, а что же, что же съесть еще. И пятое, ну и заодно и шестое, это никаких перекусов между едой. Прямо делаешь интервальное голодание, никакой понтишки, никакого ничего. Ты поел, все, рот прополоскал, зубы почистил, забыл о еде до следующего приема пищи. Когда худеешь, важно, чтобы вы чувствовали голод перед тем, как покушать. А вечером я любитель доточить, я любитель что-то съесть, и такой, ну где вот что-то вкусненькое надо такое, блин, сладенькое закинуть. Сейчас этой доточки нет, и она заменена, и уже пойдет разговор о том, что же я привнес в мою жизнь. Так вот, доточка теперь заменена. Look at this! Холодильник забит арбузами. Да, ты берешь арбуз, кушаешь, и это то, что сейчас является доточкой. Он тебя делает, опять же, раздутым, наполненным, но это вода. А мозг ты так обманываешь. Поэтому арбуз сейчас мой лучший друг вечером, если после еды хочется чего-то вкусненького, сладенького, арбуз заскочил. А, и, друзья, если кто-то будет, ну, возмущаться, блин, железные посуды, едят там из кастрюли. Вы знаете, я живу в индийской деревне, и это очень колоритно. Как это объяснить, это сложно. Здесь принято есть и железные посуды, и здесь нет воды, это Индия. И вот если разложить по тарелочкам там, то тебе надо сходить на колодец за водой, чтобы потом эти тарелочки помыть. И вот все, кто тут не жил, я не знаю, вот смотрят, миллион просмотров там Орлы-Решки, они приезжают сюда на один день, и они начинают уже разглагольствовать на тему индийской культуры, индийской религии. Они все знают, у них миллионы просмотров. Но я когда начинал снимать, я думал, блин, я человек, я 17 лет прожил в индийской семье, в индийской деревне. Я живу с настоящей индианкой, броминкой и просто красавицей. Но ни хрена, людям не интересно это, почему смотреть. Я думаю, это будет прям успех. Я, может, не понимаю, конъюнктуру какую-то. Вон, настоящие индийские соседи в индийский дом приглашают, чтобы посмотреть, что он там за перформанс на Пасху сделал, ба-бам-бам-бам. Ну, кто еще такое показывает? Никому не интересно. Но когда какой-то блогер снимает нашего чувака, который там в Арамболе живет в палатке, там 500 тысяч просмотров, ой, это интересно. Я в это въехать не могу, потому что для меня это совершенно неинтересно. Сходи в Геленджик, в Девноморске я жил даже без палатки. Схематоз тот же самый, там тот же культурный код, та же ментальность, та же нищебродность, экономия денег. Все то, что мы знаем там у нас, это для меня вообще неинтересно. Мне говорят, снимай там наших или снимай европейцев. Мне наши как бы не очень интересно. Мне интересны индусы, я приехал в Индию, чтобы в них погрузиться, у них чему-то научиться. А оказывается, большинству действительно это не востребовано. Поэтому железная посуда, вот к чему я. Это здесь нормально. Хавать из таких вот чашек, это хорошо, когда в деревне уже который месяц не было дождей и нет воды в Чапурии. Камрады, а теперь же к списку, что же я добавил. Опа, ну Снеха сама добавляет себя в истинную айтишную сферу. Мне нравится, что она так молодец, иди денежки там зарабатывай. Смотрите, первое, утреннее трифало. Это эуретический препарат, который чистит кровь, который молодец. Это номер один для похудения. Второе, утренний воркаут удлинил. Сделал тренировку на 15 минут длиннее. Если раньше это было 25 ориентировочных минут, то сейчас это может быть и все 40. В основном работа на прессе. Следующий, Камрады, незаменимый для хорошей формы скилл, это ходить пешком. В моем случае, вот я сейчас поел эту кашу, я ломлю на пляж пешочком. Где-то 2 километра до пляжа, 2 километра назад. Итого до обеда я уже затаскиваю 4. Это плюс тренировка с утра воркаут. И сейчас на пляже я еще буду делать что? Ну, конечно же, йогу. А кайфануть прогуляться по джунглям, по Индии, ну, это то, ради чего мы сюда приезжаем, ребя, лианы. В лесу я собираю маленькие манго. Но большие я уже вчера собрал. Из них можно варить компот, из них можно добавлять туда шкурки от апельсинов, добавляешь лайм. Где еще? И все, классный компот витаминный. Вот оно, природное богатство. Блин, вот там авария, 2 быка дерутся. Два быка дерутся, а Мэтью боится. Это сосед твой, он боится проехать. Пытается их растащить. Потому что они сейчас дрались, жопой снесли один скутер, а скутер ударил таксишку. Ах, вы баклонеры, испортили тачку. Ох, бля, 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 бля. Я понял, я понял, брат. Я бегаю быстро, я на диете. Камрады, если вы не видели бои быков, вы посмотрите мышцы, вы посмотрите их кондишен, вы посмотрите прорисовку. Это же вообще набор бойца. Индийские еще такие добренькие. Но я видал настоящие. Там это просто монстры. Вчера я ходил на форт туда, а сегодня пойдем по джунглям сюда. Камрады, вы слышите? Этот барабанный бой происходит свадьба. Идея, что вы берете всегда на себя обязательства, если возможно, то ходить пешком. Сегодня я одел сванцы. Это позор, конечно, но я подумал, что очень тяжело по раскаленной жаре. Сейчас первый час дня. И снимать видео, разговаривать, еще идти босиком. Хотя вчера, и позавчера, и позапозавчера я это все делал босиком. Итак, если у вас есть шанс, если у вас есть возможность, вы ходите везде. Забывайте про лифты, забывайте про эскалаторы в метро, забывайте про какие-то две остановки проехать на троллейбусе. Нет, вы фигачите пешочком. Лишний раз тачку не берете. Байк вон стоит, припаркован. Он не нужен, потому что цель другая. Вот тут хорошо жить. Вот здесь вообще рядом. 30 метров, и ты на пляже. А на пляже сейчас йога под этим солнцем, палящим индийским. Где-то плюс 35, плюс 37 сейчас. Апрель. Мунсун на подходе. Главное, вы сами себя не сможете обмануть, потому что по итогу те обязательства, которые вы взяли в челленджи, выполнять то, что поставили, эти цели, пять вещей убрать, пять вещей добавить в течение дня, они же потом будут видны здесь, на прессе. И будет сразу видно и понятно, это, ну, реальный блогер или это такое, балаблогер. Это очень мотивирует. Когда ты кому-то еще пообещал, кого-то втянул, каких-то людей, тоже в челлендж. Вот я пришел на стоянку, на пляж. Вот наши первые враги, вот эти персонажи, вот эти мороженщики. Ты выходишь, ты хочешь пить. Вот такой, смотри, холодненькая, смотри, сладенькая, вкусненькая. А на самом деле, ты хочешь попить. Ты закидываешь сладкое, ты закидываешь мороженое. Там поджелудочное вообще по кочкам улетело после этого. Не верьте мозгу, накидывающему вам вот эти все роспозни о том, что ты хочешь пивка. Ты не хочешь пивка, ты не хочешь мороженого. Ты не хочешь тратить бабки на вот эту лабуду, которую он предлагает. Вот он, мозг, он попрошайка, он такой. Ты хочешь просто, брат, воды. Ну, либо на крайняк кокосового напитка. Вот, ребята, кто не представляет, как выглядит Гуанский пляж в апреле, он выглядит довольно пустым. Четвертое, комрады, прибавил либо вот такую пробежечку, знаете, вообще не напрягающую, но без остановки, либо вечерний пресс. И теперь, друзья, настало время узнать главный эксклюзив моей системы, потому что все эти пробежки, все эти пешеходные переходы, все эти упражнения, которые связаны с монотонным продвижением вперед, все-таки, когда ты идешь на гору, когда у тебя горная болезнь, когда недостаток кислорода, тебе нужно входить в особое медитационное состояние. И так все они делаются с особенным способом дыхания. Конечно, я считаю, что это мой немножко уникальный, но это частично и Винхофа, частично из холотропа взято. Ну, Винхоф умный мужик, он, как, вот я нигде не видел, чтобы он открыл секрет, как он дышит, когда он поднимался на Эверест или на другие вершины. Он говорит, да, у нас есть методика, да, с нами идут ребята, люди больные, но они без страха забираются на Килиманджаро даже с астмой и с раком и даже без акклиматизации. Ну, что конкретно они делают во время подъема и как они дышат, он не говорит. И поэтому я тоже пока воздержусь, потому что я только начал это практиковать. Но я вижу, что работа с дыханием, она животик, да, 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 это для него именно тот бриллиант, который нужен. Если вам интересно впоследствии узнать про это дыхание, ребят, пишите комменты, говорите, да, интересно узнать, как дышишь, возможно, про это сниму видео. Очень хорошо работает, когда вы поговорите со своим телом, вот с ним нужно поговорить, сказать ему, слушай, родной, брат, друг, братишка, ты знаешь, впереди нам предстоит очень жесткое испытание. Опа, там, может, закончишься и ты, и я вместе, оба вместе взятые. Прошу тебя, помоги, я хочу убрать все ненужное, хочу сбросить все, что будет мешать мне, хочу стать суперменом, сильным, гибким, выносливым, чтобы голова не болела от недостатка кислорода. Научись, пожалуйста, я верю в тебя, в тело, научись быть таким в короткий срок, и мы выживем тогда, чтобы она услышала это действенно. Одна из активностей это, конечно, серфинг, но сегодня надо сейчас поехать поработать, моржем еще. Также и с аппетитом, комрады, мы можем договориться со своей психикой, со своим менталом на тему, ну, знаете, мужчины, они немножечко всегда едят малеха в прок, потому что, кто знает, может война, может на охоту уйдет, еда закончится, какая-то ситуация будет жесткая, и это нормально. Но если ты компьютерный воин, то тебе не надо впрок обжираться, поэтому психологически ставите установочку, что типа аппетит не обязателен, брат, сейчас наоборот голод твой друг, сейчас ты становишься гибким, кайфовым, мощным, готовым ко всему, и это твоя задача вот ближайшая, потому что то удовольствие, которое ты получал от еды, оно меркнет по сравнению с теми страданиями, которые ты впоследствии будешь получать, поднимаясь на вершину горы. И именно удовольствие сейчас для меня это то, как я буду стоять там на вершине и такой и поэтому вот сейчас у меня голода практически нет, я не хочу кушать, потому что это ментальная установка, я поговорил с собой, устаканил свой ментал, своих бактерий, с ними договорился и все будет норм. Классно, ребята, продолжается, даже во время еды, сейчас время обеда, 3 часа дня, вот изучение английского идет, вот это весь обед, супчик такой, знаете, ну радость вегетарианца, немного салата и добавлю суп керда, а то он ну совсем как бы ни о чем. И помчусь в эту жару, трудиться, работать, творить, надо сделать кое-кого очень привлекательным, а кого каждый нашего поколения знает этого чувака за его, за ту песню, которую он создал и тогда так часто крутили по радио, что мы все ее знаем, там-то мы ее и напоем. Все время мы уже моржим, когда мы приходим, такие бамы, дверь сразу, кто это, этого мужчину знают ноги, абсолютно, рад видеть тоже, классно, прохладно. Друзья, ну вот, в соответствии с моей идеей, что еще в течение дня я трачу калории, то сейчас я буду четко тратить пару часов здесь с ребятами, приводя их в очень стильное состояние, о, класс, между прочим, это космическое тело. Ребят, я не буду представлять, но это очень известный музыкант, здесь диджей, космонавт. А почему космонавт? У меня лучше, как космический. Ну, это его версия. Моя версия, то, что он и есть батя, отец этой песни, которая «Если лучше закатить, можно в космос улечить». Я помню историю такову, что, по-моему, у нас в пионерлагере даже одна из групп, один из отрядов, как всегда, имел такую речевку. Наверняка у вас тоже, так что напишите в комментах. речевка. Стартуем, ребят. А то брат уже обрус весь. По итогу работка сделана и космонавты, и его красавица-супруга, они теперь дабл-красавцы. И раз уж моржем, я смотрю, а что у Ясера, что в этом кафе происходит? Открытие явно было. Все новенькое. Байки припаркованы, газовый баллон ожидает своей замены. Вот этот крутой байк, мне нравится. Я сейчас сниму вам все, всю красоту, туда-сюда, без лишних лиц, но красиво, четко. Вот такого белого я не видел никогда, чтобы стояло, хоть где бы то ни было. А там люди заняты своим делом. И это еще не открытие, прикиньте. Прикол сейчас будет. Это кошара, прикиньте. Сидит там деловой. Че, брат, как успехи? Возвращаемся, ребята, есть нюанс. Картины-то тут такие тоже тематические, знаете. А тут прям ЕПШ 24 на 7. Неожиданно, я прям в поту, ребята. Че ты, как дела, брат, в пыли? Ты застал нас. Ну, вижу, да, да, развитие идет. Че, челлендж у вас? Как выжить без кондиционера? Давай, Ясер, говори, когда открыть, он сказал, неа, скоро. Вы все помните эту марочку, с доктором Хоффманом, как он на велосипеде такой, ооо, по Швейцарии. Вот этот велик, это оригинал, это он. Так, и заодно, так как сегодня весь репортаж посвящен похудению, я узнал рецепт, как Ясер. Да, на Ясере уже можно, на нем майка висит, трусы спадают, у него есть какой-то секрет. Че, брат, как это произошло? Нифига себе, да у меня такого нету, ты сама сошел. Ну, че, есть секрет? Поделишься или нет? Капельница Золушка. Капельница Золушка? Да. Короче, Ребя, я не буду пытать, брат устает, он там таскает все, но посмотрите, в комментариях напишите, или... А че, прям это, прогуглите. Ну, все, и прогуглите. у нас они есть. Если хотите быть таким мокрым, влажным, скользким, скользким, и стройным, то капельница Золушка. Короче, Ребя, там в комментариях напишите, может кто-то знает, я только по комментариям ориентируюсь, время гуглить у меня нет. И раз нужно нам все равно, что по дороге через Сиолим, то зайдем в это заведение. Не, не в тату пирсинг. Мы пойдем в качалку. Как всегда, вон ментовская засада на Сиолимском мосту. Мы пойдем в качалку, которая у Сиолимского моста. Мне очень стало интересно, сколько же я ввешу в итоге, прямо сейчас. Надеюсь, у них есть весы. А видео про эту качалочку, возможно, даже в следующем выпуске, я покажу сравнение непайской качалки с ниндийской. Так, я нашел то, что нужно. А, не, надо чемодан снять. Без чемодана 89,8. Да, ну, ну, есть альтернативный вариант. 86. Ну, что, 3 килограмма разница на разных весах, что ли? Я без куража, не знаю, кому верить. Не может быть такой разницы. Я думаю, сейчас покажешь что-нибудь. 86. Нужны другие весы. Будем искать. Это уже закат, время полседьмого вечера. честно сказать, подзаманался. Да, я подустал. Он снег, а она говорит, давай играть в фрисби, и мы будем играть во фрисби, потому что идея, которая толкает меня делать это все, идея с этим прессом, с подъемом, с Килиманджаро, вот это дает энергию. ты чувствуешь все, ты вздыхаешь, ты валишься с ног, но ты помнишь, у тебя челлендж, вечерняя тренировочка, пресса, ну еще фрисби и прогулка, а потом еще прогулка после ужина, прикиньте. Брат, ты че там, ты не хочешь снимать? Хидомона шутит? Да? Прикиньте, он не хочет сниматься. Ну ладно. Ну он только яйца хотел, чтобы сняли все. Вот сразу видно, кто какой диеты придерживается в семье. Атака, наконец-то. Братка, хорош ездить по пляжу на байке. Пляжу на байке. у меня нет партнеров, я делаю это с собаками. И складывается ощущение, что сил уже нету. Но это ложь. Силы есть. Потому что, когда ты все время щутишь себя, ты кажешь, ой, я устал, я это сегодня много сделал. это все иллюзия, брат, фигач. И это вечерний приезд. Бомба! Так, ребята, 8.30 вечера, денек был длинный, вот я дома уже после этой вечерней тренировки Здесь заскакивает гречка, гречка в Гоа, сами знаете, дефицит Но здесь есть гречковый суп и немножко салата, да И сейчас я вам расскажу такую вещь, когда вот вам надо, чтобы что-то похрустело Тапиока, по-нашему это топинамбур, это как немножечко лайцево жареная топиока Очень хрустит за место хлеба, ну вы знаете, топинамбур там, блин, кроме пользы никакого вреда Так уж получилось, что походу за весь день ни грамма мяса не заскочила, ну я и не расстроен нисколько Сейчас съем, потом выпиваю горячее молоко, как бы не хотел говорить, но весь этот день он болезненный, да Я болею, короче, горло что-то заболело, бронхи, и надо прогреться Вот такой вот он день, так сказать, на бюллетне, да, как вы видите Мои худеющие собратья, ужин прошел, и что происходит после него? Сейчас я вам дам такую прям бомби туда Бам! Вот здесь дорожка Дорожка идет 100 метров туда, назад 100 метров И так, пройдя 5 раз, туда-сюда, ты получаешь километр И это каждый вечер, после того, как ты поел Когда ты вроде собираешься ко сну, ты выходишь, да, босолапый ген Но сегодня я сделаю большой круг, пойду там дальше по делам Но в целом прогуляться после ужина Блин, ребята, я понял, что это и есть еще один ключ, который дает вам Ну, вы прям расшатываете, раскачиваете, вот все, что бы залежалось ночью там, в кровати Вот все это расшатывается, раскидывается В общем, ваш живот, ваш желудок, он вам просто такой встает на колени Говорит, все, благодарю от души Это то, что ему нужно Вот мы уже дошли до креста Возорячимся, и наша дорожка назад А главное, ведь у каждого же есть во дворах, да, на районе Какие-то прогулочные тропинки, какие-то улочки, да Ну, просто это дико как-то выходить Ночью там после ужина, полдвенадцатого, в одиннадцать или полдесятого А это не дико, это то, что нужно Пока я топаю, я уже дотопал до РУЦ Надо выложить шорсы Музыка играет, классно, может быть, что-то будет Готовятся, ребята, к пати О, живая О, диджейчик Нифига скрипка Музыка 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 Ну, надо работать Шорсы сами себя не выложат Шорсы выложены И вот в связи со всеми этими движухами и босоногими прогулками У меня последнее время очень мощное ощущение Видимо, даже вот то, что я уже килограммчик скинул за эти пару дней Я такой, оп, уровень энергии повысился У меня чистота в голове У меня какие-то планы У меня переосмысление Уже пара человек пропало из окружения Но еще больше планов на то, как сблизиться с другими людьми, с которыми будет будущее Поэтому, ребят, подписывайтесь на канал Смотрите, что здесь есть полезного Берите себе Я делюсь мотивацией, я делюсь своей какой-то силой внутренней Потому что мне прикольно пробовать на себе Я заметил, что жизнь становится мега интересной Когда человек на себе такое жизнелюбие появляется Он на себе это пробует, преодолевает И потом такой, о, блин, это же классная жизнь у меня получилась Я чего-то достиг, я чего-то сделал Я придумал, я реализовал, я достиг Ну, это же супер комбинация Поэтому ссылка на телеграм-чат в описании Скидывайте вес Я думаю, мы все к лету будем с конкретными six packs Это 6 кубиков на английском, если что И английский тоже подтянем За Килиманджаро мы не беспокоимся Если сила даст, мы там окажемся Но потом же будут другие проекты, другие планы И если у вас есть что-то в голове, какая-то мыслишка А, прикольно, булочки продают А мы не на булках Вот именно это и убрано Исчезло из жизни А коровы остались? Давай, брат И там, когда подпишись Все, брат О, тоже Когда, короче, все подпишемся У нас у всех возникнет ощущение, что мы можем придумывать идеи, проекты Их реализовывать вместе И потом думать И хрена, мы выполнили Вначале это никогда не верится, что возможно Я еще две недели назад не думал про Килиманджаро Ни минутки Сейчас я уже фигачу видос о том, как скинуть вес к лету Убрать этот жир И это как будто ты профессиональный какой-то, знаете На Эверест собираешься, альпинист или еще кто-то У тебя специальные требования к жизни У тебя повышенный уровень энергии Ты, блин, окрылен Меня пэшн Прям тащит эта страсть, что я скидываю вес Я там что-то его набирал, обжирался Засрал весь организм Сейчас все иначе Наоборот, легкая скайп Я ухожу уже в сторону джунглей Обнимаю Ссылка на телеграм-чат в описании Смотрите там же про Килиманджаро сайт И да пребудет с нами сила, ребят С вами был Мастер М И его идея о том, как сбросить вес к восхождению На самый большой в Африке вулкан Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok